Добрый день дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Я вам говорил, что мы как обрадовательное агентство, в общем-то и как миграционное агентство тоже здорово отличаемся от тех людей, с кем вы привыкли работать. Но когда вы работаете с нами, вы почему-то считаете, что наши конкуренты, наши друзья-соперники они работают по тем же самым принципам и вы можете от них ожидать абсолютно такой же поддержки, абсолютно такой же помощи и абсолютно такого же отношения. Это абсолютно не так. Вот хочу дочитать строки, которые написал один из наших подписчиков, который обратился к нашим друзьям-соперникам. Александр, добрый день, собираем документы. И нам сказали, что сопровождение процесса подачи документов на визу, это платная дополнительная услуга с их стороны. Подскажите, пожалуйста, это нормальная практика, так как в этом случае я не совсем понимаю, какой смысл им заниматься полной подачей моих документов в университет без уверенности в том, что я получил студенческую визу. Если я откажусь от услуг в этом процессе, не могу уловить логику в этом подходе, к сожалению. К сожалению, так обстоят дела, к сожалению, вы просто работая изначально со мной и привыкнув к той информации, к тому подходу, который вы получаете на нашем канале, вы считаете, что это нормально, это в действительности на самом деле нормально. Но в этом случае наша нормальность противоречит нормальности этого мира, этого мира обучения иностранных студентов в Австралии. Я допускаю, что подготовка документов это процесс, который может быть, ну как бы это дополнительное усилие, которое по идее не должен делать образовательный агент. И подаваться на визу в принципе тоже. Но многие агенты это делают, потому что они должны быть уверены в том, что студент получит визу. Я это делаю бесплатно, но это делаю другим путем. Я это делаю, обучая вас, как самим подаваться на визу. Я это делаю, обучая вас пониманию, какой вообще происходит процесс и подача на визу, и миграционный процесс. Вы становитесь специалистами в этом деле. По крайней мере, типа soul trader, индивидуальный предприниматель. То есть вы можете для себя все это сделать. И для этого огромное количество видеоматериала, огромное количество подсказок. Для этого создана система, когда вы помогаете друг другу, или когда помогаю вам я и помогает вам Алексей Чахунов. Кстати, тоже миграционный агент, который делает многие вещи бесплатные. Вы считаете, что это так и должно быть. Но если убрать нас, то получится, что остальные все агенты, или практически все, которые, по крайней мере, мы не встречались, ваше трудоустройство, вашу подачу на визу, очень многие вещи делают за дополнительную плату, так называемый administration fee. До этого в австралийском государстве так было не принято. Но это было не принято в 70-е, 80-е, ранее 90-е годы. Когда, собственно говоря, я пришел на этот рынок, здесь уже брали административные расходы, где-то, наверное, с 90-х годов. И так оно и происходит. Логика такая, она была заметна в одном из наших друзей, соперников в видеоролике с Вадимом Герасимовым. Когда Вадим его спросил, ну, ты это делаешь бесплатно, встреча в аэропорту, услуги по трудоустройству, размещение, он сказал, ну как бесплатно, это же дополнительная услуга, почему я ее должен делать бесплатно? У вас логика, что так, как делают Александр Петров и Алексей Чихунов, то есть одна Австралия, это все нормально. Это мы считаем, что это нормально. Это наш подарок вам. Но не ожидайте, что вам кто-то другой будет такие подарки делать. Кто же вас будет обучать тому, чтобы вы подавались на визу? Кто вас будет обучать тому, какие нужны документы и так далее? Вас требуют определенные документы, вы их готовите. Иногда, зачастую, готовят в нарушении, в принципе, закона, готовят их за вас. И в итоге вы, как слепые котята, вы не можете сами ничего. И, соответственно, вы платите, платите, платите и платите. Вы дуйные коровы обучения иностранных студентов в Австралии, не только учебные заведения, но и ваши агенты это делают. И это нормальная практика. А вот та практика, которой, скажем так, занимаюсь я, это особая практика. И ее, в общем-то, не применяют другие агенты. Что вам посоветовать? Дорогие друзья, я не могу делать вам все документы, и при этом вы будете работать с другим агентством. Более того, ни одно агентство не будет работать с вами, потому что оно рассчитывает на то, что даже если вы в совершенстве владеете искусством подготовки документов, они рассчитывают на вас заработать этот админфи. Это сотни и сотни долларов. Иногда это тысячи долларов. И они не откажутся от этого дохода. Что я вам и говорил, надо делать то, что делаю я. Надо делать с нами. То есть надо поддаваться с агентством Одна Австралия. Если у вас это не получается, если вам нужно что-то, что мы не даем, то, к сожалению, вам придется смириться. Любые агентства будут с вас брать деньги за любую услугу, кроме оформления ваших документов в учебное доведение. Включая, они будут многие брать за подготовку ваших визовых документов. Не все, соглашусь, не все, редко встречаются, но встречаются те, которые обожглись на конкуренции со мной и понимают, что эти люди не смогут вытащить свой бизнес, если будут вести так, как обычно. Поэтому они занимают нишу где-то между нами, между Одной Австралией и обычными агентствами. Но даже они не будут вам бегать искать работу, искать иммиграцию, искать работодателей, я имею в виду для иммиграции, искать какие-то лазейки в учебном процессе и связывать вас между собой. Они не будут это делать, потому что это их трата времени, и они это не будут делать бесплатно. Мы это делаем так. Получайте удовольствие от того, что вы работаете с нами. Если вы не можете или не хотите работать с нами, то примите к сведению, вы будете платить больше, вы будете платить за все. И если ваш иммиграционный процесс закончится неудачей, и вы получите отказ, те деньги, которые вы отдадите за эти дополнительные услуги этим образовательным агентствам, вам вернуты не будут. Спасибо.